Всем добрый вечер, с вами Никита Петров, и сегодня, спустя очень долгий перерыв, возобновляется рубрика «Современная классика». Я сразу говорю, что партия, которую я выбрал для очередного выпуска, она, может быть, не совсем соответствует формату. Дело в том, что каких-то глубоких стратегических замыслов в ней не было, и скорее, сама партия по духу отдает 19 векам. Тем не менее, конечно, и такие произведения тоже очень важны, и я думаю, что в существенной части моей аудитории понравится данная партия. Ну, а играли в ней довольно-таки известные шахматисты, хотя и не входящие в элиту. Белыми играл гроссмейстер из Объединенных Арабских Эмиратов по фамилии Салем, а черными Иван Иванишевич. В принципе, у больших матистов рейтинг превышает отметку 2600. Партия была сыграна в очень сильном опене, который проходит в столице Македонии в Скопье, под названием «Карпош Оупен» в 2014 году. И была разыграна сицилианка, причем довольно-таки редкий вариант кунь Ф3, кунь Ф6, так называемый вариант Рубинштейна. Ну, конечно, самый принципиальный здесь ответ – Е5. И после кунь Д5 кунь С3 здесь достаточно большой пласт теории, но, в принципе, считается, что белые сохраняют перевес. И, в частности, кому интересен этот вариант, советуют обратиться к партии Карлсон Гандельос, которая была сыграна в 2016 году. Ну, а здесь Салем избрал кунь С3. На самом деле, кунь С3 белые играют тоже очень часто. С той идеей, что в случае, наверное, самого сильного хода за черным Д6 после Д4 происходит переход в основные варианты сицилианки. То же самое касается хода кунь С6. Белые могут ответить Д4, и, скорее всего, на доске будет челябинский вариант. Но черные могут продолжить играть в духе как раз-таки варианта Рубинштейна. Могут сыграть Д5, как и последовало в этой партии. Ну, в принципе, в варианте достаточно сомнительная репутация, хотя, возможно, незаслуженно. Считается, что самым сильным возражением за белых является ход ЕД. Ну, и после конь Д5 слом Б5, слом Д7, конь Е5. Такие достаточно много здесь теории, но основная идея за белых заключается в том, что в ответ на взятие слона белые не берут на Б5. Играют сначала ферзь Ф3, и на Ф6 у них есть такой вот интересный тактический ресурс, конь Б5. На ФЕ ферзь бьет Д5. И теперь после ферзь Д5 белые отыгрывают ферзя и получают перерез за счет лучшей структуры. На самом деле, не до конца ясно, что после ЕД конь Д5 слом Б5 у черных нет более сильных возражений. Ну, я должен сказать, что Гасмейстер из Эмиратов в этой партии тоже сыграл очень оригинально. Он ответил Е5. Не исключено, что это уже в какой-то степени экспромт. Возможно, ход не такой сильный, как ЕД, но позиции получаются более живые. Ну, и Иван Иванишевич в свойственном ему боевом стиле на Е5 ответил встречным ударом Д4. Хотя, есть подозрение, что сильнее все-таки конь Ф на Д7. Такой достаточно, казалось бы, вялый ход, но с интересной тактической подобрекой. Если сейчас белый играет Д4, то после Е6 получается совершенно безвредный вариант французской. Ну, то есть, в случае ДС черный играет конь Ц6, слон Ф4. Здесь, опять же, есть своя теория, но белые не претендуют на перевес. Поэтому, наверное, принципиальный конь Д5. И вот конь Е5 таким вот нехитрым тактическим приемом черные отыгрывают пешку. После конь Е3, конь Ф3, ферзь П3, конь Ц6. Получается позиция, которая выглядит совершенно безопасной для черных. И даже на глазок у них может быть некоторый перевес. За счет преимущества в пространстве. Ну, вот у белых есть интересная, достаточно агрессивная здесь схема развития. То есть, один слон развивается на Ц4. После Е6 другой выходит у нас Б2. А ферзь, может быть, отойдет на поле Ж3 и будет оказывать давление на королевский фланг. То есть, играть за черными тоже не так просто, как могло бы показаться. Ну, в партии Ванишович сыграл Д4. Ход, скорее всего, второсортный. И проще всего это высветить путем ЕФ, ДЦ, ФЖ. То есть, я, в принципе, вполне понимаю здесь арабского шахматиста. Он, скорее всего, пытался оценить эту позицию. И на глазок кажется, что у черных здесь все нормально. Достаточно комфортное развитие. Но если приглядеться, то... Все-таки у белых лучше пряжечная структура. У них есть легкий перерез развития. И вот эта пряжка на Ц5, которая уже выдвинулась вперед, она может стать объектом для зацепок белых. Поэтому, скорее всего, у белых здесь очень заметный перерез. Вместо этого последовала Куня-4. Скорее всего, ход послабее. Но все-таки идея здесь у Салева была очень-очень креативная. То есть, черный конь под боем. Они вынуждены его уводить на Д7, чтобы не потерять пешку на Ц5. И вот белые наносят два подряд очень мощных удара. Первый это ход Е6. Ну, черные обязаны брать. В принципе, идея Е6 стандартная в похожих позициях. Теперь у черных проблемы с развитием королевского фланга. Но, с другой стороны, преобладание в центре. Если белые сейчас не создадут никаких конкретных угроз, то черные раскрутятся и получат перерез. Поэтому еще один очень мощный ход со стороны белых. Б4. Идея, которая, в принципе, позаимствована, скорее всего, из фланговых гамбитов в сицилианке и во французской. Ну, и вот здесь Иванишевич взял на Б4. Конечно, ход принципиальный. Но, наверное, посильнее было конь Ц6. По крайней мере, компьютеру ход конь Ц6 нравится заметно больше. Теперь белые могут продолжать играть в жертвенной манере Ц3. Объективно, скорее всего, сильнее взять все-таки на Ц5. И после Ж6, С4, движок рекомендует черным отобрать пешку на Ц5 путем вот такой вылазки ферзя. Ферзя 5, слаб Б3. Конь Ц5, конь Ц5, ферзя 5. И обещают, например, на равную позицию. Но все-таки король черных ослаблен. И даже если черным удастся ракироваться, а это, скорее всего, действительно ему дастся, все равно белые сохранят некоторую инициативу. В частности, есть вот такой вот интересный ресурс А4, слон А3. Может быть, по этим причинам Иванишевич все-таки решил взять на Б4. А может быть, он прикинул вариант, который случился в партии. Последовало комбь от Д4. Конь Ф6, слон Б5. Очень важный промежуточный шаг на Б5. И теперь черный сыграли слон Д7. Но очень важно упомянуть также ход конь Ц6. Поначалу мне казалось, что здесь черные получают очень достойную контур-игру из-за слабости белых полей у белых. Но все-таки, если мы прикинем вот этот форсированный вариант, конь Ц6, БЦ, слон Ц6. Черные должны сыграть слон Д7. Белые забирают. Черные забирают. Подвисает конь на А4. Белые должны потратить темп на его защиту или на ход конь Ц5. Теперь черные забирают корневую пешку на Ж2. И Ф1, слон Ц8. Важно сохранить белопольного слона. Слон Б5 ничего не дает из-за простого хода Д3. Ну вот сначала мне казалось, что пешка на Ж2 здесь имела очень большое значение. И у черных хорошая контур-игра. Вот как раз таки за счет, повторюсь, ослабленных белых полей. Но, приглядевшись, я понял, что все-таки вот это положение черного слона Ф8 и Л1, А8 у нас сказывается. Если белые будут играть энергично, я начну с хода А3, то, скорее всего, черные здесь не уравнивают. Скорее всего, хорватский шахматист, он прикинул те же самые варианты. Сыграл слон Д7. Допустил кунь Е6. И вот ферзь А5. Кажется, что фигуры белых запутываются. Скорее всего, изначально здесь Соле обвидел следующий ход белых. Действительно, ход очень сильный. Это ход С4. Только посреди его белые могут претендовать на перевес. Таким образом, они просто защищают слона на Б5. Если сейчас черные его меняют, то брать на Б5 нельзя из-за конца С7. И вот, что очень важно, этого коня с Е6 бить нелегко. Ферзь черных на А5 расположен плохо. И одна из сильных идей белых здесь связана... Ну, как я вот указал, стрелочками с ходом ферзь Ц2. После чего от конца С7 будет защищаться очень тяжело. Поэтому у нас С4 последовало хоролев 7. Выглядит как уже совершенно отчаянная мера. На самом деле, белым нужна здесь все еще достаточно высокая точность. Последовало конь Ж5. Король Ж8. И конь С5. Неожиданно оба коня белых входят в бой. Ну и, конечно, если сейчас мы прислушиваемся ко мнению движка, то действительно поймем, что черным стоило сыграть А6. И после кони Ф3 у белых серьезный перерез, потому что, ну, когда стрелочек на доске материальное равенство, черные могут выиграть одну пешку на Б5. Но все-таки поля вокруг их короля очень серьезно ослаблены. У белых преимущество в развитии, более активные фигуры, слон на Ф8 застрял. То есть, скорее всего, позицию можно оценить как плюс-минус в столбик. Но после активного хода с лж4, белых нашлось очень красивое возражение. И эту позицию можно вполне оценить как плюс-минус в строчку. Последовала слон Е8. Этот ход, скорее всего, Иван видел. Теперь висит матная Ф7. Ответ черных вынужден с Ж6. Но вот сейчас кажется, что белые просчитались, потому что у них висит слон, конь на Ц5 и ферзь. Ну, понятное дело, что Салем посчитал дальше. Сказал ферзь боджи 4. И точились от жертвы как раз-таки в духе 19 века. Черные, конечно, забрали ферзь, а других идей нет. Слон Ф7, король Ж7, конь Ц на Е6. Ну, вот важный момент. Понятное дело, что скорее всего, Иванишевич не рассматривал серьезно ход короля Х6 из-за ответа Д4. И еще одна легкая фигура белых здесь включается в атаку. Но, тем не менее, варианты здесь могут получиться довольно веселые. Давайте попробуем их показать. Если черные делают какой-то нейтральный ход, теперь конь Ц6, то белые... Ну, первый движок считает, что белые форсированы матуя после конь Ф3, король Х5, Х3. Действительно, так получается, что в этой позиции черные получают мат не позднее 9-го хода. Ну, может быть, более человеческий вариант это конь Х3. И теперь черные должны играть Ж5. И просто отдавать ферзя, если... ну, после чего их позиция проиграна. Если же они упорствуют, играет король Х5, то после конь Ф4, король Х6, конь бьет Ж6, получается мат, который, как раз таки, человек вполне может засчитать сам. Король Х5, конь Е5 в скрытый шах от слона, приходится играть конь Х4. Ну, и вот черный король на Х4 всего лишь на 23-м ходу партии здесь получил бы мат. То есть, объективно, после короля Х6, Д4, сильнейшим возражением за черных является на ход Б3 шах. Ну, и после слона Д2 приходится отдавать ферзя. Получается позиция с материальным равенством, но белых намного активнее фигура, ладья на А8 черных в опасности, ну, и, конечно, проблема короля никуда не девается. То есть, здесь у белых совершенно выиграна. Поэтому последовало король Х6. Ну, и последний важный ход в этой партии со стороны арабского шахматиста. Здесь, конечно, хочется включить слона по другой диагонали путем слона Б2, но это было бы грубой ошибкой. Слон Б2 черный играет ферзь Е5 шах. Приходится, скажем так, менять слона на ферзя. И опять-таки материальное равенство, но вот здесь фигура белых запутывается. В частности, уже сейчас висит слон на Х7. На самом деле я не удивлюсь, если оценка позиций здесь диаметрально противоположная, и выигрывают уже черные. Но после короля Ф6 у белых нашелся значительно более сильный ход Ф4. Белые прикрывают поле Е5. И теперь у черных нет достойной защиты. Опять-таки, наверное, самым упорным был ход ферзь Ж5. После конь Ж5, как и в предыдущем варианте, на доске материальное равенство, но координация белых фигур намного лучше. А также, что очень важно, у них сохранился чернопольный слон. Он выйдет на Б2. Белопольный слон может отойти на Д5, после чего создастся угроза конь Ф7. Слон бьет Б7. В общем, позиция черной здесь просто ужасна. Не стоит забывать также о ресурсе Х3 на конь А6, Ж4. Поэтому он в ответ на Ф4 черной строкали А6. Следовало слон Б2. Король отправился в дальнейшее путешествие. Ну и вот здесь вот все-таки Салем слегка испортил впечатление от этой партии. Мог бы закончить ее в более романтическом стиле, хотя, конечно, упрекнуть гасмейстера из Эмиратов здесь довольно тяжело. Сильнейшим ходом за белых был ход конь Ф3, после чего создается угроза конь Ф4 на король Е4, слон Ж6 с матом. Поэтому сильнейший ход за черных здесь в ответ довольно неожиданный. И вообще, конечно, линия, которая предлагает здесь движок, она довольно фантасмагорична. То есть предлагается ЛДЖ8. И теперь белых, наверное, много путей к выигрышу, но самый сильный это ход король Е2. Еще и белый король подключается в атаку, но конкретная идея этого хода в том, что теперь после коня Ф4, король Е4, мата с Ж6 нет, но вот король с Е2 поддерживает пешку на Д3. Ходом Д3 белые объявляют мат. Опять-таки, довольно забавное раздражение со стороны черных конь Ф2. Теперь у черного короля появляется поле Ж4, и вот белый его отнимает. Еще одним тихим ходом с А3. Здесь черный фоксированно получает мат, ну и наиболее иллюстративно это в случае ответа конь БДЖ1. Конь А4, король Е4, у черных гигантский материальный перерез, ну и король уже находится на, скажем так, белой половине доски, и белые просто играют Д3, и это мат, натуральный мат. Вместо этого Салем сыграл конь Д4. Он, конечно, без проблем посчитал тот вариант, который случился в партии, но упустил шанс объявить мат редкой красоты. Последовало король Ф6, конь Б3, теперь черные, белые, прошу прощения, отыгрывают Ферзя. Е5, конь А5, неожиданно у белых уже лишняя фигура, черные могут ее отыграть, но в случае АЖ, слон Д5 подвисает на Б7, подвисает на Е5, конь на Ж4 не удел, опять-таки, у черных нет никакого материального перереза, их позиция безнадежна. Компьютер вообще рекомендует взять на Ж, взять на Ф4 и просто отдать ладью. Вместо этого на конь А5 последовало конь С6, белые сохранили лишнюю фигуру, обратите внимание, конь на Ж4 подвисает, ну и партия продолжалась еще всего лишь 5 ходов, видимо, хорватский космейстер играл здесь по инерции, ну и после короля в 5 Д3 он осознал, что у белых лишняя фигура, у них по-прежнему позиционный перерез, ну и практически любой разумный, любые разумные ходы за белых здесь выигрывают партию в очень небольшое количество ходов. Поэтому Иван Иванишевич признал поражение, ну и несмотря на явные неточности, которые в этой партии случились, все-таки не стоит забывать, что оба шахматиста достаточно сильны, и в принципе, я думаю, что эту партию можно считать одной из лучших партий 2014 года. Так что с небольшой натяжкой она попадает в нашу рубрику «Современная классика». Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Петров.